Добрый день, уважаемые председатели, участники конференции. Представляю я доклад Елены Львовны Байко. Зовут меня Воскресенская Дарья Леонидовна. Являюсь врачом-акушером, больше, чем гинекологом. Хотела бы поговорить с вами на тему наш доклад «Новые возможности в лечении заболеваний шейки матки у женщин с невынашиванием беременности». Несмотря на то, что в современном обществе причина невынашивания беременности остается до сих пор актуальной, причин развития данной патологии множество, и чаще всего невынашивание беременности является следствием не одной какой-либо причины, а непосредственно их комбинации. Что же понимается под термином «привычное невынашивание беременности»? В данном случае, как считается Сидельникова, это наличие постоянного, даже, как она говорит, заведенного механизма в организме женщины, а также и уже по последним данным в организме мужчины, оказывающие повреждающие действия при каждой беременности, приводя к ее повторным потерям. Несмотря на то, что основной деятельностью шерогинеколога является оказание помощи женщинам с патологией шейки матки, несмотря на существование специализированных приемов больных с патологией шейки и широкое применение кольпоскопии, снижение частоты встречаемости заболеваний шейки пока что не осуществляется. Патология шейки матки наряду с заболеваниями влагалища, чаще воспалительного генеза, стоят на первом месте в структуре гинекологической заболеваемости в целом. Любая женщина, которая обращается на прием к акушеру-гинекологу с наличием в анамнезе привычного невынашивания, обязательно должна проходить мероприятие по предгравидарной подготовке, естественно, в супружеской паре. Согласно бюллетене ВОЗ, политика предконцепционной подготовки в настоящее время сводится к тому, что акцент смещается на непосредственно обследовании женщины, в том числе и пары, во вне беременности. И глубина исследований, спектр назначений, объем вмешательств будет зависеть непосредственно от акушерско-гинекологического и соматического анамнезов женщины и пары. Основные мероприятия акушер-гинеколога, который занимается оказанием помощи женщинам с патологией шейки и матки, начинается, естественно, с выявления и лечения непосредственно любого гинекологического заболевания. Согласно порядку оказания медицинской помощи по профилю акушерсти и гинекологии, при воспалительных заболеваниях шейки и матки лечебными мероприятиями являются применение антивактериальных препаратов системного и местного воздействия, а также применение противогрибковых препаратов, препаратов нестероидных, противовоспалительных, как местного, так и системного действия. Что же касается нашего исследования, то целью явилось оценить эффективность использования медицинского озона в комплексном лечении женщин с невынашиванием беременности и воспалительными заболеваниями шейки и матки. Простым, рандомизированным способом пациентки были разделены на две группы, сопоставимые по своей клинической характеристике. В первую группу вошли 150 женщин, получавших традиционную медикаментозную терапию по поводу воспалительных заболеваний шейки и матки. Вторая группа получала в дополнение к традиционному медикаментозному лечению озонотерапию, которая заключалась в проведении пяти процедур малой ауто-гемотерапии. Через день они проводились в сочетании с орошением влагалища и промежности 10 процедур на курс, и пациентки также получали длительное время масло озонит. Непосредственно медикаментозная терапия в обеих группах была одинакова, и проводилась она в два этапа. Сначала применялась непосредственно антибактериальная терапия с учетом выявленной чувствительности микроорганизмов, и в последующем обязательно восстанавливалась норма биоциноз как кишечной, так и влагалищной. В ходе применения нами озонотерапии мы использовали опыт проведения озонотерапии у женщин с доброкачественными заболеваниями шейки после радиохирургического лечения. Также применяли опыт в использовании медицинского озона в комплексном лечении урогенитальных инфекций, особенно хронических, часто персистирующих. При использовании озонотерапии нами применялась установка медозон, которые обладают следующими эффектами, они представлены на слайде. К методам исследования относились любой пациентке проведен осмотр шейки матки в зеркалах, взятие цитологического маска с последующим ранжированием результатов по классификации Бетезда и методам ПЦР в режиме реального времени диагностировали наличие ВПЧ-инфекции. И, как говорит профессор Раковская, именно цитокольпогистологическая триада исследований позволяет поставить точный диагноз. Что же касается жалоб наших пациентов, то они представляли из себя жалобы на слизистые гневидные выделения излагалища, зуд и жжение в области наружных половых органов, периодические боли внизу жевата и диспориунию. В обеих группах была выявлена высокая обсемененность влагалища цервикального канала непосредственно патогенной микрофлорой на фоне отсутствия АТП клеток по данным онкоцитологии. Расширенную кольпоскопию диагностировала в обеих группах признаки воспаления. На данном слайде представлена клиническая эффективность использования медицинского озона. И мы видим, что в комплексном лечении именно озон и стандартной медикаментозной терапии это приводило к полному исчезновению субъективных жалоб уже после первых процедур. По результатам ПЦР комплексное применение озонотерапии, в отличие от обычного традиционного медикаментозного лечения, способствовало более раннему и лучшему снижению частоты выявления вируса герпеса, холомидийной инфекции, гуриоплазма, мекоплазма. По кольпоскопической картине на фоне применения озонотерапии заметно уменьшение воспалительной реакции в тканях, восстановление трофики, ускорение регенерации эпителия. Проведение противовоспалительной терапии перед любыми инвазивными процедурами на шейке и матке повышает достоверность до следующего кольпоскопического цитологического и гистологического исследования. Таким образом, мы видим, что применение озонотерапии обладает совместно с медикаментозной терапией в комплексном лечении обладает большой лечебной эффективностью. Также наши полученные данные согласовывались с результатами проведенных исследований. В частности, у нас в городе Иваново есть медицинский центр «Белая роза», который занимается непосредственно заболеванием и явлением лечения патологии шейки и матки. И вот доктор Аминодова именно этим занималась. Они использовали препарат «Интерферон» в сочетании у женщин с бактериальным вагинозом и в сопутствующей патологии шейки и матки. В ряде случаев применение озонотерапии позволяет, как и у нас, так и в их исследованиях, избежать необоснованных деструктивных воздействий на шейку и матки. Благодарю за внимание. Спасибо, Дарья Леонидовна. Пожалуйста, коллеги, какие будут к докладчику вопроса? Да, конечно, Татьяна Анатольевна, пожалуйста. Галлика, будьте любезны, у меня вопрос по концентрации озона при озонировании растворов, которые вы используете. Я на слайде просто увидела, там достаточно высокие. Да, вот я, честно скажу, не могу вам подсказать, поскольку доклад составлялся не мной, то есть это Лена Леонидовна занимается этой проблематикой, поэтому вот... Татьяна Анатольевна, я позволю себе ответить на этот вопрос, но, знаете, не конкретно по концентрации, потому что мне уж грех, как говорится, пытаться что-то отвечать, но по-прежнему в озонотерапии, к сожалению, продолжает сохраняться ситуация, когда исследователи, докладчики путают концентрацию озона в озонокислородной смеси на выходе из озонатора и той концентрации, которая содержится в приготовленном растворе. Эта вещь совершенно разная. И я так полагаю, что то, что здесь было доложено, это мое предположение, эта концентрация на выходе из озонатора и то, она вообще очень высока. Поэтому, ну, я позволю себе больше не комментировать, скажу только, что, те, кто присутствовал на конференции вчера и слышали выступление доктора Шварц, Адрианы, знают о том, что она возглавляет Международный комитет научный, который и призван как раз регламентировать все процедуры озонотерапии, унифицировать, чтобы вот на подобных конференциях не было непонимания между коллегами о том, кто и как лечит. Потому что, если неправильно понять рекомендации, то, соответственно, ты не получишь те результаты, которые были твоим коллегой озвучены. Поэтому это еще нам в озонотерапии предстоит сделать. Поэтому я понимаю, что вам трудно ответить на этот вопрос, Дарья Леонидовна. У меня вопрос такой шутливый. А у вас в Иваново медицинский центр алая роза есть, нет? Только белая? Только белая. Там может быть между ними война, алая и белая роз происходит, нет? Нет, только белая открылся не так давно. Ну, хорошо. Ну, замечательно. Тогда спасибо. У вас вопрос был? Да, конечно. Это формула О3. Это очень неустойчивое соединение. И озон моментально разлагается на кислород О2 и на атомарный кислород. Точно. Так как же вот будет тогда О3-то воздействовать? Вот непонятно делается. Он происходит не моментально и при желании можно поддерживать концентрацию озона, продолжая замеровать раствор, если это раствор. Если он действует в виде газа, вот здесь я вижу, Сергей Петрович Политягин появился, возможно, он ответит на этот вопрос, как никто другой. Нет, не хочет. Вот. Действительно, время действия озона, конечно, очень короткое. И, безусловно, все растворы, приготовленные с использованием озонокислородной смеси, нужно применять экстемпера, то есть немедленно после приготовления. Поэтому с этим не поспоришь. Это совершенно так. А сейчас какая-то мода пошла на озон. Прямо мода. Да, может, что ли. О чем бы ни говорили озон, озон, озон и озон. Понимаете, какая-то мода пошла. И поддерживаю. Спасибо большое. Да, уважаемые коллеги, вы знаете, у меня такое предложение, поскольку мы немножко выбились из регламента, но у нас есть небольшой резерв за счет того, что методики, которые наши калининградские коллеги будут показывать, они будут показывать достаточно быстро. Ну, во-первых, мы прослушаем доклад, который к нам привезли из Калининграда, и, я думаю, сумеем какие-то вопросы дополнительно обсудить, и ваш опыт коротко, но обсудить в конце нашей секции. Нет возражений. Тогда, пожалуйста, у меня...